И эту тему более подробно мы обсудим с нашим сегодняшним гостем. Это Александр Мусенко, руководитель Центра военно-правых исследований. Здравствуйте, Александр, рады вас приветствовать. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, касательно фронта. Давайте начнем с того, о чем и Анна Малер, в свою очередь, также в своем телеграмме писала. Это касательно Купенска. Видим, что по информации от Генштаба Вооруженных Сил Украины и по информации украинской разведки около 100 тысяч российских военных сейчас там сконцентрировано и назвали невероятное количество тяжелой военной техники, если не ошибаюсь, 900 танков. С чем связаны это и с чем связаны такие резкие маневры Российской Федерации на Купенском направлении? Дело в том, что эти маневры они готовили. Я думаю, что это прогнозировано. Дело в том, что мы ведем контрнаступательные действия на юге, на Бердянском и Литопольском направлениях, плюс в районе Бахмута. Понятно, что у российского командования совершенно другие планы. Они пытаются и ищут пути, каким образом противодействовать нашему наступлению, как его остановить. И одним из способов, фактически, ну, в принципе, они придумали классическую модель, ничего нового. Это использовать фланговые операции для того, чтобы попытаться растянуть нашу линию обороны, плюс попытаться фактически создать нам проблемы с тем, чтобы мы не использовали наши резервы там, где мы считаем это нужным, где считает нужным наше командование. То есть на тех направлениях, естественно, где мы ведем контрнаступательные действия, либо в других местах, это уже на усмотрение нашей ставки верховного главнокомандующего. Поэтому, вот, собственно говоря, и цели. Цель этой всей Купинской операции – это попытаться вклиниться в нашу линию обороны с севера, попытаться с фланга подходить из севера, нависать фактически флангом над, в первую очередь, над Лиманом. И далее, естественно, это наша группировка, которая проводит наступательные действия в районе Бахмута, с целью помешать дальнейшему продвижению, освобождению Бахмута, взятию его в окружение со всеми, так скажем, далеко идущими последствиями. Собственно говоря, вот эта цель, почему Россия, почему российские войска активизируют действия на Купинском направлении. Плюс тут необходимо добавить, что, в принципе, логистически так сложилось, что там рядом территории России, откуда им гораздо легче получать соответствующее снабжение. Но я думаю, пока что. Ведь тут понятно, что так долго продолжаться не будет, и все-таки, как бы там ни было, но не с помощью западного вооружения, но что-то полетит, наверное, по российским военным объектам и логистике на приграничных территориях России, собственно говоря, с целью, скажем так, с целью того, чтобы не допустить переброски подкрепления дополнительных сил и средств для российских войск на этом направлении. Вот почему активизируется Купинское направление. То есть это попытка перехватить инициативу у украинских сил, попытка навязать ведение боевых действий на, скажем так, на том плацдарме и в тех районах, где российское командование считает, им это выгоднее проводить. Ну и плюс оттягивать наши силы с целью того, чтобы не допускать нашего продвижения в тех местах, где мы проводим контрнаступательные действия. И тут у меня буквально уточнение, насколько угрожающие силы врага, поскольку спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Чароваты, уточняет, что столько же войск, как было в Афганистане. Там более 100 тысяч личного состава, как уже Олег вспоминал, более 900 танков и 370 РСЗО. Вот как вы оцениваете такие цифры? Я думаю, что, во-первых, у меня нет оснований ставить под сомнение слова господина Череватова. Я могу сказать, что в целом, если мы посмотрим, то более 300 тысяч вообще контингент российских войск, которые задействованы в том числе на оккупированных территориях Украины. В принципе, до недавнего времени. Поэтому нечему удивляться, что российское командование выбрало то место, с позиции которых, по их мнению, им легче сейчас провести какие-то наступательные действия, фланговые атаки. И, собственно говоря, пытаются их проводить теми силами и резервами. Это, скажем так, те же резервы, которые в тот или иной промежуток времени находились на оккупированных частях территории Украины. Они на сегодняшний день не прибывают интенсивно, там, в большом количестве. Лишь техника прибывает отремонтированная либо со складов устаревшая с территории России. А все остальные — это маневры резервов. И тут, в принципе, когда я говорю про такое соревнование своего рода за инициативу, то, скажем так, украинские силы не исчерпали возможности навязать свою инициативу и заставить российское командование маневрировать своими резервами. Ну, что я имею в виду? Вот представьте ситуацию, давайте смоделируем. Сегодня-завтра происходит прорыв первой линии обороны. Ну, или там через несколько дней, давайте, допустим, на южном направлении. Например, наши силы движутся в район Старом Лыновке, на том же Бердянском направлении. Что это означает? Это означает, что российские войска должны будут усиливать позиции там. В противном случае, если они не усиливают свои позиции там, это значит, что мы получаем оперативное пространство чуть ли не до Мариуполя. Фактически уничтожаем и сносим российскую логистику по этому направлению и угрожаем непосредственно уже российскому контингенту войск, которые будут прижаты к Мариуполю. Поэтому, так или иначе, они будут вынуждены предпринимать какие-то действия и, хочешь не хочешь, но часть резервов своих туда перебросит. То же самое, например, касается следующей ситуации. Моделируем ее так. Мы проводим фланговую атаку справа на левый берег Сонской области. Что это означает? Это означает, что мы начинаем угрожать российской группировке войск. Она может быть отрезана от оккупированного Крыма. Так или иначе, они тоже вынуждены будут действовать. Или, например, мы вклиниваемся, фактически окружаем Бахмут, там в линии обороны и продвигаемся дальше. Наносим удары уже вглубь обороны противника непосредственно на оккупированной части Донецкой области. Они тоже вынуждены будут реагировать. Поэтому, скажем так, то, что они собрали свои войска и атакуют, это действительно факт. Но, скажем, посмотрим еще, кто кого с фланговыми операциями и с операциями по вклиниванию в линию обороны. Ну и давайте, конечно же, обсудим Керченский мост, он же Крымский мост и все то происшествие, которое вчера в ночь произошло. То, собственно, насколько реалистичны, во-первых, восстановления этого моста. Да, говорят уже там октябрь, ноябрь, готовы будут восстановить это полотно. И давайте, наверное, развеем эти все мифы, которые продуцирует тот же Путин вчера на совещании, которое он собрал по поводу этого происшествия, теракта, как называют в Российской Федерации, даже криминальное дело открыли, уголовное дело. Так вот, он говорит, что не особо этот мост использовался, то есть он якобы бессмысленный, этот теракт, поскольку военное вооружение им не доставлялось, скажем так, как укрепление. Так вот, как вы оцените, насколько отсекли теперь возможность укрепления вражеских войск военным вооружением? И действительно, эти сроки, октябрь, ноябрь, насколько быстро, вы считаете, его восстановят? И какой процент действительно помогали врагу поставлять им вооружение этим мостом? Ну, начну как раз с последнего. Дело в том, что где-то порядка 65-70% всей военной логистики, так или иначе, для обеспечения российской группировки войск, даже не в Крыму, потому что сейчас, мы понимаем, в России, в Крыму находится порядка до 20 тысяч военнослужащих, обеспечивающих безопасность непосредственно на севере Крыма. Все остальные задействованы в боевых действиях на сегодняшний день в Украине. И для того, чтобы обеспечивать все эти части, которые находятся на оккупированной части Юга Украины, год порядка 70% до 70% всей военной логистики осуществляется через оккупированный Крым. Либо осуществлялось, наверное, корректнее сказать, в этой ситуации. Дело в том, что почему так? Это еще и потому, что мост. И достаточно, скажем так, легко им было доставлять это и железной дорогой, и, кстати, автомобильным транспортом. Много чего доставляли. Плюс в Крыму Россия за время оккупации развивала военную инфраструктуру. Они не вкладывали в туристическую, они вкладывали как раз в военную. С целью создания разветвленной сети, скажем так, складов, таких своего рода логистических хабов, с которых в дальнейшем это все доставляется в необходимые районы. Железной дорогой, автомобильным транспортом и так далее. Но в основном железной дорогой, например, из того же Джанкоя, узловой станции. Поэтому это потеря, конечно. Это будет означать, что, во-первых, мы посмотрим и оценим, насколько будет сохраняться возможности через железнодорожную ветку Крымского моста. Потому что в любом случае, как мне кажется, нагрузка возрастет. Потому что помимо доставки военных грузов, на которые работает железная дорога, это, кстати, объясняет, почему там пробки постоянные. Потому что военные грузы всегда там в приоритете. Поэтому Крымский мост, это самый настоящий, или Керченский мост, это военный объект. На самом деле, который использовался и строился с целью того, чтобы милитаризировать Крым. И, кстати, по этому поводу есть не одна резолюция Генассамблеи ООН, которая осуждала подобные действия. Поэтому то, что сейчас пытается кто-то рассказать и подвести тот же Путин, что это якобы гражданский объект, ничего подобного. Он используется исключительно для военных целей, а гражданские грузы, это так, сопутствующие. Так вот, посмотрим, насколько интенсивность возрастет. Потому что она возрастет, как бы там ни было. Потому что отсекается автомобильная ветка. И это в любом случае нагрузка. И плюс вырастет нагрузка на другие логистические узлы, которые использует Россия. для доставки своих военных грузов, так или иначе. Это, например, по линии Таганрог-Мариуполь и дальше на Бердянск, либо по линии Ростов-на-Дону, Донецк и далее южнее, как раз на Мариуполь. В любом случае проблемы с логистикой будут. Но я допускаю, что в будущем могут происходить определенные происшествия и железнодорожной веткой моста. То есть нельзя такого исключать. Определенно, что в рамках украинского контрнаступления понятно, что уничтожение логистики врага это абсолютно правильное направление действий. Взрывы на Керченском мосту могут стать еще одним унизительным ударом по Кремлю. Как пишет Financial Times, повреждение объекта может повлиять на способность России снабжать войска, которые находятся на оккупированной части юга Украины. Керченский мост, в свою очередь, это важнейшее связующее звено между Россией и временно оккупированными украинскими территориями, которые армия страны-агрессора использует для транспортировки войск, танков и других военных грузов. Это Financial Times пишет. Но, в свою очередь, считаете ли вы очередной такой себе мощный, пощечиной Путину подрыв Крымского моста? Я напомню нашим зрителям, что украинская сторона не взяла на себя ответственность за подрыв Керченского моста. Точно так же, как и в Российской Федерации. Никто об этом не сказал. А вот в Кремле уже без предварительных проверок уже обвинили в этом Украину. Собственно, что неудивительно. Но, опять же, пощечина ли Путину такой вот подрыв Керченского моста очередной? Ну, безусловно. Ну, давайте так. Вот смотрите. Проанализируем хронологию. Дело в том, что на сегодняшний день этот мост и вообще оккупированный Крым защищается лучше и прикрывается, чем Москва и Подмосковье. Я могу вам сказать. Средствами ПВО, другими. Вот сейчас бы нам ракеты украинского производства, другое вооружение, мы могли наносить удары по военным объектам на территории России. Самое время очень, скажем так, очень подходит для этого. Но вот что касается Крыма, они увеличили количество средств противовоздушной обороны. Только возле моста находятся расчеты и непосредственно С-400 Триумф батареи. Находятся панцири, находятся другие средства противовоздушной обороны, которые прикрывают. Это только средства ПВО. На море и непосредственно в районе Кирченского пролива прикрывают катера, которые находятся там на боевом дежурстве. Это и катера ФСБ пограничной службы, так и корабли Черноморского флота России. На земле находятся силы Росгвардии и российских войск, которые якобы ведут тщательную проверку всего, что въезжает на мост и так далее. То есть они даже один из спутников закрепили за тем, чтобы наблюдать исключительно за этой частью Крыма. То есть максимально все, что могли, укрепили. Это, кстати, сделано на поручение того же Путина. В мае проходили учения по обороне и защите этого моста. Все отрапортировали о том, что все хорошо, все замечательно, мост защищен. Что мы видим сейчас? Практически раз и пролета моста нету, и уход на ремонт на 2-3 месяца, что в условиях как раз еще и лета, когда увеличивается транспортная нагрузка, особенно это, конечно же, серьезные потери. Но поэтому это очень серьезный имиджевый удар на самом деле. Он демонстрирует, что несмотря на все, скажем так, на все то, что есть у России, они не способны защитить. И это чудесно. На самом-то деле это для многих сигнал, и о многом, я думаю, говорит. И мне кажется, что это очень важный момент. И тут, Александр, хотел тогда уточнить, вы уже вспомнили о железодорожной ветке, используемой также, которую будут использовать для военных нужд. А вот касательно паромной переправы, насколько ее будут тоже использовать для военных нужд? Будут использовать по состоянию и на сейчас. И используют, в принципе, морское сообщение для доставки военных грузов в том числе. Ну, это, понимаете, это все равно меньшие объемы, нежели можно использовать при железнодорожном сообщении либо при автомобильном сообщении. То есть это менее такие значительные масштабы. Но что самое характерное, если вы сейчас посмотрите, ну, скажем так, есть специализированные карты, на которых обозначаются местонахождение российских судов в то или иное время суток в районе Крыма. Так вот, если посмотреть туда, то можно увидеть следующие вещи, что, в принципе, одна часть Черноморского флота, она фактически закрыта сейчас в бухте в Севастополе. Они выставили там защитные сети и так далее, и так далее, остерегаясь возможной атаки украинской надводными дронами. Но они все стоят фактически примкнутыми к берегам там. Вторая часть находится как раз в районе юго-востока от полуострова оккупированного Крым и в районе как раз там Керченского моста. Почему так? Я думаю, что так, потому что остерегаются возможных ударов украинскими противокорабельными ракетами плюс атаки надводных дронов. И вот самое интересное, насколько сейчас оживится это морское сообщение. либо не оживится. Если оживится, то потенциально, конечно же, российские военные корабли могут быть целью для украинских надводных дронов при условии, что, конечно же, их можно будет достать. Но при этом морское сообщение они будут использовать, потому что деваться некуда. Другое дело, что, понимаете, что, например, грузовое судно поддержки Черноморского флота России может перевести, например, один ТОР, установку. Понятно, что железнодорожным или автомобильным транспортом сообщения можно там на тралы сразу 4-5 их перевести, а железная дорога и того больше. Поэтому в любом случае это гораздо меньше, нежели можно поставлять другими видами транспорта. И на завершение напомню, что сегодня контактная группа по вопросам обороны Украины проведет виртуальное заседание. В ней примут участие министры обороны и руководители оборонных ведомств почти 50 стран мира. Виртуальный Рамштайн, скажем так. У вас ожидания, в свою очередь, какие от этого Рамштайна, от этого виртуального собрания? И какая помощь сейчас необходима Украине? Какую вы оцениваете сейчас? Нам необходимо сейчас доставка всего обещанного средств разминирования, плюс увеличение. Это очень важно в контексте наших контрнаступательных действий на юге. Также то, что нам необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны. Это тоже. Снаряды, мины. Вот я бы выделил на сегодняшний день три приоритета. То, что, скажем так, крайне необходимо и желательно. Услышали вас. Спасибо огромное, Александр, за то, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Напомню, Александр Мусиенко с нами был на прямой связи. Оперативные новости. Эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин